дорогие друзья вы снова на сангейтс с нами ирина гламберия ирина здравствуйте здравствуйте дорогая любовь здравствуйте все любимые уважаемые зрители слушатели рада всех приветствовать мы с ириной находимся вместе с вами в уникальном моменте времени мы находимся в коридоре за отмене и сегодня с ириной мы поговорим о родовых сценариях и это не случайно почему потому что ведической традиции к примеру сейчас начинаются периоды связаны с общими родственниками в западной традиции так скажем европейской это происходит на летнее солнцестояние в ведах это происходит на осеннее солнцестояние в этом есть конечно же много смыслов весь осеннее солнцестояние в западной традиции связано с божественным годом начинается год не связаны с нашими грядками с посевом с каким-то ожиданием результата материального начинается год связанный с духовным результатом и наши предки напрямую связаны с духовным результатом почему потому что мы это они мы какой-то поток какая-то река какой-то океан вот общий с ними и то что мы сейчас представляем из себя является частью их достижений частью их результата жизни и мы сейчас каждый проживая свою собственную жизнь ответственно за то как будут проживать наше будущее дети будущее потомки нашего рода прекратит ли он свое существование будет ли он дальше развиваться и затмение это очень важный момент для любого рода они случаются два раза в году и это не просто так какие-то там сложные дни когда солнце затмевает луну луна солнце это гораздо более сложная ситуация дело в том что затмение происходит на северном лунном узле и на южном лунном узле которые астрологи называют кармическими лунными узлами мы не будем с вами погружаться в теорию я ее очень люблю я могу вам много теоретического рассказать но какой смысл говорить о теории если мы не понимаем что с ней делать вот сегодня мы встретили серийно для того чтобы все-таки прояснить для того чтобы все-таки понять а что мы можем делать подобные важные моменты почему мы говорим о роде почему мы говорим о затмениях как единой какой-то структуре потому что затменные циклы они являются программами которые позволяют нам немножечко изменить ракурс вот представьте человека он родился выбрал свой жизненный путь идет к нему а потом его жизни становится важным сохранить все как есть сохранить семью ради детей ради родителей ради их будущего то есть какой-то момент человек что-то достигает и становится уже гарантом будущего поколения и человек живет не совсем своей собственной природой и вот в какой-то момент он направляет рот в новое русло а потом в переломный период 36 лет он уже является основой рода и только новые люди новые потомки развивают программы рода и все эти переломные моменты когда вы являетесь тем кто что-либо достигнет когда вы являетесь тем кто что-либо будет держать как основу основ вот это все связано с отменными природами и мало того 9 месяцев мы находимся в утробе матери и за эти 9 месяцев обязательно происходит затмение то есть не бывает такого чтобы их не было потому что затмение бывают два раза в году то есть каждые 6 месяцев они случаются и вот этот пульс который с нами случился на момент пока мы были в животе матери или рождались это очень важный родовой пульс и так дорогие друзья затмение коридор затмение это важнейший перекресток родового сценария и у нас сегодня ирина гвамберия человек который исследует родовые сценарии нам очень повезло мы сейчас с вами услышим важные вещи которые нам важно понимать именно в коридор затмение ирина мы с вами уже поздоровались но еще раз здравствуйте и хочу спросить у вас вот моя точка зрения на затмение разделяется ли вами и можете ли вы что-то добавить да дорогая любовь благодарю за такую тоже интереснейшую ценную информацию безусловно я разделяю вашу точку мнения и и со своей стороны как бы могу добавить вот если мы рассматриваем рот как бы как единое целое да с нами в принципе можно сказать что по большому счету в рот это наше все вот так как вы проговорили когда душа входит в эмбрион и вот мы зарождаемся в теле матери дан сразу сразу же с этого мгновения вот этот плод растет развивается безусловно на силе на поддержке своего рода вот это сила это невероятная мощнейшая вот это такая действительно как вы сказали вот река это не просто река это прям вот вот такая сильная сильный поток волна она несет на самого-самого зародыша да в утробе матери и конечно же на протяжении всей жизни и поэтому очень важно иметь как бы во первых не потерять эту поддержку эту силу эту вот охрану до защиты во первых не потерять а с другой стороны очень важно ее развивать быть вот реально вот в хороших таких взаимодействиях с родом и как как это вообще происходит когда мы благословляем свой род когда мы его наполняем когда мы посылаем туда любовь конечно же мы в разы в тысячи миллионы раз еще больше вот с этих всех поколений до с этой всей родовой структуры конечно же мы еще больше тогда и получаем взамен вот то что как бы уже проговорила что касается затмений вот смотрите если мы берем вот опять таки давайте сначала когда душа принимает решение воплотиться в каком-то роду это же тоже не просто тогда сначала как бы там есть своя скажем так внутренняя кухня и даже может быть такое что души договариваются с определенной родовой структурой где они могут воплотиться вот потому что есть такое что мы переходим из жизни в жизнь как бы в одной родовой структуре может быть такое а может быть и нет мы можем конечно же и менять и быть в различных родовых структурах и в этих вариантах очень важно тогда чтобы должна была совпасть какая-то кармические до родовые моменты если брать там процентах так чтобы понятно было чтобы такие были совпадения и генетические и тогда например душа соглашается и рот соглашается принять эту душу и когда душа вот уже в этом роду воплощается даже большинстве свое может быть такое что душа берет на себя некоторые родовые тяжести некоторые родовые такое понятие существует как родовые лояльности это когда вот например повторяющиеся ситуации до с поколения в поколение в одной семье повторяются одни и те же ситуации ну понятно что это немножко с деструктивной негативной стороны если там какой-то человек или мужчины и женщины там умирают в определенном возрасте до большинстве своем или разводы или еще какие то то есть такие определенные ситуации которые повторяются может быть такое есть конечно такое как родовые проклятия и если мы говорим вот по тему затмений что касается в этот период почему он такой важный этот период что особенного здесь так вот именно в этим затмение коридоры затмений вот все эти лояльности тяжести проклять как бы вот все скажем так вот это темные пятна в роду вот эти тяжести они усиливаются понимаете они усиливаются и они могут проявляться как-то ну жестче и в принципе если они например до того как бы были в таком скажем так полудремном состоянии но есть есть но как бы человек идет по жизни то в большинстве своем именно в эти коридоры затмений они могут именно и проявляться поэтому как бы со всех сторон даст какой не подходи очень важно очень логично действительно вот взаимодействовать с родом и держать контакт с ним и посылать конечно же туда свою любовь благословение любовь благословение предков это безусловно важная тема но бывает так что есть проклятие предков я могу предположить что это происходит наверное очень редко чаще всего мы встречаемся с родовым проклятием когда какой-то посторонний человек недоволен действиями другого человека и считает что весь род достоин того чтобы его прокляли за то злодеяние которое делает человек но возможно ли что внутри рода тоже существует родовое проклятие связанное со внутренними причинами вот как в библии я тебя породил я тебя и убью то есть кто-то из предков недоволен тем как развивается его род как ведут его потомки я предполагаю я не знаю но возможно ли что внутри рода есть программы разные наветы со стороны или наветы изнутри вот между этими двумя наветы если какая-то разница как с ними работать если они есть или мы просто работаем по одному и тому же сценарию без разницы кто и как этот род вот в будущем проклял главное чтобы он процветал и нам важно сделать какие-то действия чтобы ничто ему не повредило да любовь это очень важный момент благодарю за такой за такой вопрос смотрите я даже про это могу ответить своего личного опыта со своей практике скажем так у меня в работе была девочка сейчас это коротко расскажу в общем есть рот есть родовая структура и вот вот прабабушка прабабушка в этом роду так сложились обстоятельства что-то там так у них произошло и она к сожалению прокляла своего сына и потом и после и до самой как бы смерти получается она с ним не общалась это уже как бы рассказывали да ну как бы члены члены семьи так вот с этого момента жизнь понятно что в жизни у этого сына ее до начали происходить конечно же очень неблагоприятные и такие тяжелые всякие разные ситуации и в принципе жизнь как бы скажем так пошла под откос ну так неприятно было и и все родственники конечно же это все сопоставляли привязывали с этого момента что как бы вот это в этом вся причина и и у меня в проработке в моей личной как бы в работе была одна девочка с которой мы работали с родом в том числе и в процессе этого мы выяснили что она это и есть реинкарнация это душа есть этой прабабушки то есть понимаете она эта прабабушка там как бы раньше умерла и сейчас она перевоплотилась уже вот этой девочкой и которые реально специально вот это такая миссия предназначения скажем или как сказать вот она специально пришла в этот род для того чтобы исправить свои косяки до исправить вот это все негативное влияние проклятия то что она сделала раньше понятно что и у нее до этого момента в личной жизни было очень скажем так не не совсем гладко были тоже такие моменты неприятные но благодаря высшим благодаря опять таки структуре родовой структуре в силу ее проработок это конечно же все ну исправилась да и вышла на самый благоприятный уровень и сейчас как бы пусть будет и дальше все самым лучшим наивысшим образом да пусть рот ее и структура и и берегут еще был у меня в работе такой случай когда я когда я в процессе чистки по моему да когда я чистила человека и мне тоже показали что до родовое проклятие я спрашиваю у вас случайно не было там вот в семье в роду никто никого-то не проклинал может быть знаешь награда да совершенно верно я была когда ну как быть родители этой девушки до с кем я работала когда ее родителям было свадьба соответственно родить то есть уже как бы бабушки до бабушки-дедушки родители этих родителей как бы были с одной стороны были против были вот категорически против я не помню уже кто мать или отец в общем прокляли вот этих детей которые венчались и да тоже там вот в этой семье кстати было несколько детей и у всех конечно не совсем гладкая не совсем легкая судьба но в принципе человек был осознанный человек понимал осознавал что вообще произошло и человек много работал над собой и работает и продолжает работать так что я к тому что чтобы там не происходило какие бы там к сожалению неприятные ситуации не происходили это можно все менять исправлять и благословлять вот что еще да 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 слушаю вас извините я подумала что вы закончили мысль да ну насчет приклятье и вот это то что главное я хотела сказать то что как с этим работать есть определенные техники есть определенные методики когда мы наполняем светом любовью когда мы взаимодействуем с родом это как бы происходит каждый день вот эти вот эта работа но я вам скажу что это приносит просто колоссальные колоссальные дает колоссальную удачу и в жизнь просто вот выравнивается и ты вот реально как ракета идешь по жизни ты чувствуешь вот эту поддержку защиту мощь это это очень сильно и это стоит того дорогие ирин да очень очень отзывается все что вы говорите исходя из того опыта который в моей жизни присутствует и мы сейчас находимся в коридоре затмений о котором на сангейтс говорим в каждом эфире в каждом эфире в каждом эфире и возможно нашим слушателям становится уже как-то приторно и тошно но сколько можно о нем говорить но мы говорим почему потому что он только наступил мы предупреждали заранее что он наступает это происходит два раза в год ничего сверхъестественного казалось бы нет но это драгоценное время сокровенное время работы в которой мы можем сделать что-то что принесет эффект больше чем в любое другое время вы знаете вот буддизме считается что есть определенные дни например разотмение относятся к этим дням когда каждое действие приумножается в сто тысяч раз конечно мы можем воспринимать это как некий художественный такой эпитет но этим красивым образом нас традиция и не только буддистская и ведическая традиция отправляет пониманию того что это сакральное время сокровенное время это время не для того чтобы сидеть думать ой страшное затмение сейчас меня бабахнет это время для работы это время когда мы наконец-то можем что-то сделать серийно скажите пожалуйста а в рамках каких-то родовых сценариев вообще мы можем ли что-то делать если да то что именно мы можем делать период затмение как тот может быть как ежедневную какую-то ну даже не ежедневно вот происходит затмение я сажусь и просто медитирую как огурец такой все хорошо у меня нет мыслей да это одна вариация если мы работаем что мы можем сделать в момент затмение для нас для нашего рода ну смотрите любовь изначально хочу подметить как я уже говорила во время затмения это настолько трансформационное время что вот в этот период ну и принципе вот если работать до сейчас мы можем закласть дать такую закладку которая изменит не только нашу жизнь в этом воплощении а еще и может изменить как вы говорили направление напасли на несколько следующих воплощений даже десятки и еще больше воплощений понимаете настолько вот именно суть в том вот в этих когда мы работаем в эти коридоры затмений в это трансформационное время это во-первых во вторых сейчас в принципе все трансформационное время вот эти начиная с 2012 года и вот каждый год вы видите насколько все меняется земля меняется планеты меняются солнце меняется люди меняются энергетика меняется мысли то есть вот это все взаимодействие вибрации понимаете и это еще более усилий то есть когда вот если рассматривать как бы все вместе просто вот сам как говорится бог велел да просто брать и что-то делать не просто сидеть и наблюдать и думать там бояться не бояться или просто как-то анализировать а вот действительно брать и делать как конкретно что и как ну на курсе мы будем вот проходить начиная от самого самых самых таких как бы только понятий вот как это все вообще происходит как это все связано взаимосвязано и конечно же будем проходить уже эти практики каждый день что я могу сейчас сказать что делать в затмении тем кто кто желает у кого есть импульс ну хотя бы как минимум да как минимум было благодарить в своих родителей своих бабушек дедушек хотя бы вот этих всем поколений до которых ну как бы от вас идут хотя бы всем поколений их благодарить посылать туда свет любовь и благ и просить у них благословения и просить поддержки ну это хотя как минимум хорошо мы можем обратиться в затмение с поддержкой почему потому что ну как мы любим своих детей своих родителей так же и предки любят нас потому что вот такая есть удивительная вещь в этом мире что мы связаны вот как пуповины да женщина дна рожает ребенка он связан с ней пуповины следующий ребенок пуповины какой-то невидимой нитью но она есть как отметина на нашем теле мы связаны с нашими предками и вот идет коридор затмений которые происходят в разных совершенно зонах зодиака иногда эти зоны затмений включают наше солнце луну или какие-то другие важные показатели иногда просто проходят по каким-то зонам зодиака которые как нам кажется не затрагивают нашу жизнь но как астролог я понимаю что в пустых зонах где нет планет все равно затмение происходит в каких-то сферах нашей жизни эта сфера может касаться наших детей например мы встанем перед вопросом быть ли нам child free или все-таки пора родить детей в этом году или мы будем думать над тем что нам нужно укрепить нашу недвижимость расширить ее а когда-то мы придем даже к финансам и вот финансы сейчас почему-то очень важная тема наверное потому что кризис финансовый стоит на пороге скажите ирина а может ли финансовая тема как-то быть связана с родовыми каналами однозначно однозначно это самые прямые такие каналы вот даже не будем углубляться вдалеку в родовую систему это финансы это напрямую связаны с отношением с отцом и отношением с мамой вот наши вот как бы такие каждодневные как бы доходы да это мама что касается больше недвижимости и вообще как бы да да инвестиции и как бы дальше это конечно же папа но тут я уже не буду уже классифицироваться тут можно просто сказать это сто процентов так оно и есть это мама и папа поэтому опять таки что мы можем уже здесь сейчас делать это как минимум с чего начинается каждый день как мы пьем стакан воды например точно так же начать хотя бы с того что те у кого они совсем хорошие легкие гладкие отношения с родителями независимо есть они или нет ну смысле в живые не живые надеюсь понимаете о чем я да поэтому как минимум наладить отношения попросить у них прощения попросить у них благословения то есть хотя бы вот вход их это самое первое самое насущное потому что даже вот что касается особенно вот мне нравится такой момент что касается девочек так или иначе вот и девочка она всегда она всегда вот этот сердечный канал у нее всегда связан с отцом есть контакт, нету, общаются, не общаются, насколько общаются, насколько это связь, и что через этот канал у них функционирует, любовь, принятие или какая-то обида, боль, понимаете, как бы что наполняется через эти каналы по отношению к родителям, чем мы их наполняем, и точно так же от родителей к детям, что идёт, благословение или какие-то другие, к сожалению, неприятные эмоции. Так что вы можете, конечно же, дорогие, все проанализировать свои отношения, ну, я думаю, сделаете определённые выводы. Вот, и ещё, Любовь, вы подметили насчёт детей, рождения, кстати, тоже со своего опыта я могу сказать, это просто, мне кажется, ну, очень-очень такое актуальное на сегодняшний день, да, в нашем мире, и это, я думаю, касается независимо какие-то страны, а вообще в целом планеты Земля. Вот когда я в своё время начала работать с родовой структурой со своей, и когда начинала, когда прокачивала родовую структуру ещё своего мужа, да, то есть там была такая ситуация, например, что в его роду были молодые парни, молодые, ну, в общем, родственники, да, которые поженились, вышли замуж, соответственно, и до 10 лет и в одной семье, и второй молодые, понимаете, совершенно здоровые ребята, у них, они не могли иметь детей, это длилось не год, не два, не три, это до 10 лет, как бы вот то, что я знала, наблюдала, да, никак. И вот когда я тогда прорабатывала, когда я прокачивала и работала с этой структурой, как бы как результат, я не говорю, что как бы это заслуга, понятно, что человек изначально должен сам что-то осознавать, развиваться и куда-то расти, но так или иначе, в каждой семье пошли детки, в некоторой и подвое, и уже, по-моему, тройня, ну, в общем, пошли дети, у всех, всех прошло продолжение рода. Точно так же и с моей стороны могу сказать, что, ну, как бы, не хочется такие уже подробности говорить, но так или иначе, были выкодыши, тоже молодая абсолютно семья, здоровые, два-три раза были выкодыши, не могла девочка, вот, да, после беременности закрепить плод, вынашивать, и тоже после вот неоднократного взаимодействия с родом у них уже родился совершенно потрясающий ребёнок, и, как говорится, только всё во благо и для счастья. Да, это действительно очень важно. Я могу, как астролог, предложить для наших слушателей отметить даты рождения близких и посмотреть, затрагивает ли кого-то затмение данное. И это невозможно считать какой-то прям вот прямой параллелью, но, тем не менее, если затмение затрагивает даты рождения близко к датам рождения ваших родственников и противоположную погоду даты рождения ваших родственников, то события этого года почему-то будут перекликаться с важными темами для этих членов семьи. И для нас это всегда уникально и интересно увидеть, потому что это является частью нашей собственной жизни. Ирина, скажите, пожалуйста, вот, допустим, мы молодые люди, у нас любовь, и близится период затмения. Стоит ли нам в период затмения думать о зачатии детей, к примеру? Насколько этот момент может быть для нас благоприятен или неблагоприятен? Или, например, думать о вхождении в брак. Многие молодые пары хотят как-то очень ярко вступить в брак, взять какую-то дату, в которой там все двойки там или все четверки и так далее. И зачастую выбирают именно затмение для даты вхождения в брак. Как вы думаете, эта практика вообще действительно полезная или нет? Все-таки, мне кажется, такие бурлящие затменные энергии могли бы пугать людей, кто знаком с ними. Но, может быть, это мое такое ошибочное мнение. Да, Любовь, я услышала ваш вопрос. Ну, смотрите, что касается, привязываться к датам, по датах я не могу дать вот такую глубокую и обширную информацию, например, как вы, как астролог, да, или как нумеролог, скажем так. Но от себя что я могу вот это сказать, что я конкретно знаю, что касается зачатия ребёнка? Самое главное, чтобы родители были вот осознанные, да, чтобы они ребёнка как бы зачинали вот этих благостных энергиях, энергиях любви, принятия. Потому что вот когда уже углубляться вот в эти процессы, да, и когда идёт вот это уже взаимодействие, глубинное взаимодействие у мужчины и женщины, тогда открываются, конечно же, вот эти порталы, через которые притягиваются или входят души. Соответственно, на каких энергиях, на каких вибрациях? Это будет или в пианом состоянии, или это будет, например, как бы вот в таком состоянии, что да, вот мы осознаём, понимаем, что происходит, и приглашаем светлую душу, божественную душу, вот этого прям вот реально ангела. То есть, понимаете, как ни крути, всегда должна быть осознанность. И насколько вы осознанно проживаете какие-либо моменты в жизни, насколько вы осознанно творите свою жизнь и что-то приглашаете в свою жизнь, соответственно, как бы потом так оно и будет приносить какие-то свои определённые развития, да, или судьбоносные развития. Поэтому это так, ну, это моё, конечно, мнение. Что касается бракосочетания, ну, тут тоже так интересно, именно или в коридор, или в затмение, или как-то позже, или отклонить. Это, конечно же, больше к нумерологам. Но так или иначе, если вот в эти солнцестояния, да, осенние, если туда заложить вот эту силу, ну, опять-таки, силу вот благости, силу вот принятия, осознанность как Творца, да, как Творца своей жизни, что невзирая какие там энергии, что бурлит, как бурлит, что скрывается, я закладываю вот это то, что я хочу, вот это, на чём я хочу построить свою жизнь, да, вот эту основу, которая идёт, опять-таки, от любви, от света, от такого глубинного понимания и принятия как себя и мира. То есть, так или иначе, оно всё равно выльется, я считаю, в благость, оно всё равно выльется в самом лучшем, наивысшем, как бы, в развитии, да, и что принесёт благостные плоды и себе, и семье, и, соответственно, окружающим. Спасибо большое. Это очень ценная и важная информация, Ирина. И впереди у нас ещё одно затмение. 2 октября состоится солнечное затмение. И можно обратиться к вам с этим последним вопросом. Дело в том, что первое затмение было на Северном узле. Оно говорило о том, что будет развиваться там, в прошлом. А затмение на Южном узле, то есть на том показателе, который говорит о прошлом, произойдёт 2 октября. И, очевидно, это затмение нас как-то больше связывает с темами прошлого. Существуют ли какие-то практики, которые могли бы нам всё-таки вот сейчас, когда завершаются по Южному узлу кармические программы, когда мы что-то отправляем в прошлое, которое будет для нас закрыто в будущем, вот напоследок, существует ли что-то, что поможет нам, ну, не знаю, ну, хотя бы фиговый листочек положить на вот эту вот кучку. Я не знаю, как сказать, но что-то всё-таки хорошее, какой-то хороший потенциал подключить к тому, что уходит в прошлое вместе с нашими ошибками, заблуждениями. И в будущем встретятся знания, как какие-то определённые клеши, как определённые печати, мешающие нам жить более свободной и счастливой жизнью. Можем ли мы вот на этом последнем моменте вот в само затмение сделать хоть что-то для нашего будущего, работая с нашим прошлым? Ну, смотрите, Любовь, на курсе мы будем очень много работать, как я говорила, и с лояльностями, и со всеми печатями, и со всеми вот такими негативными родовыми сценариями, проклятиями. То есть там будет множество техник, как это изменить, устранить, и как принести благо и направить совершенно в другое русло наш род. Но это как бы в рамках курса. Что могу вот сейчас сказать? Однозначно, с чего начать? Ну, во-первых, как бы постарайтесь душой, со всем своим сердцем вот простить и отпустить, и больше не вспоминать вот это будущее. Потому что когда мы его вспоминаем, во-первых, мы это всё активируем, как бы вот, скажем так, это не совсем приятное, чистое, благостное, вот это болото вот реально, или ещё что-то там, что там было у каждого своё. То есть, во-первых, отпустить, очиститься и больше не вспоминать, и больше вот закладывать вот просто принятие, просто внимание, уважение, признание, опять любви. Просто по-другому тут особо не придумаешь, понимаете? Или мы осознанно отпускаем, прощаем, и здесь и сейчас благодарим за всё, что есть, что мы живём, что есть наши дети, что есть наши родители, что мы дальше идём как продолжители нашего рода, понимаете? Ну и как бы на будущее это, опять-таки, принимать соответствующие решения, которые идут так или иначе к развитию, потому что это наша цель, это главная цель всех нас, которые вот сейчас мы живём на этой планете, существуем, активируем, да? То есть, соответственно, каждый день что-то для этого сделать, что-то узнать, что-то почитать, что-то, кого-то поблагодарить, кому-то принести какое-то внимание, знаки внимания. То есть, вот такие самые-самые насущные моменты, простые, что мы можем делать каждый день, каждый день, улучшая нашу жизнь и наших близких. Скажите, Ирина, вот затмение, которое приумножает в сто тысяч раз, как говорят восточные практики, силу затмения. Вы прокомментировали, что мы можем делать в этот период, стоит ли нам это продолжать в будущем и как ваши именно вебинары, как ваш курс может нам помочь в данной практике. То есть, если она будет более постоянной, будет ли она так же эффективна, как практика в момент затмения? Ну, конечно. Скажите о курсе, да. Конечно же, любовь, она будет, это однозначно, это не то, что вот затмение, надо работать, а после затмения всё, никто ничего не делает, все расслабились и только лежат. Конечно же, нет. Вот опять-таки, со своего опыта, я могу сказать, когда я вот только начала, начала работать с родом, сразу же в этот первый день, это вот в буквальном смысле, я никогда не забуду этот день, кстати, это как раз был переходный такой осень-зима, и тогда впал снег, а я как раз перед этим купила машину, и просто вот как там утром, по-моему, да, утром же, утром я взаимодействовала с родом, делала практику, и потом уже под вечер я еду, уже сумерки, и просто столько снега упало, что вот реально там эти службы не могли их расчистить, и я тогда ехала с детьми в машине, и вот буквально настолько это такая тяжелая была ситуация, что мою машину настолько начала бросать задним вот этим, еще задним приводом, что буквально вот остановилась на, я не помню уже тогда, 2-3 сантиметра вот реально от бетонной стены, хотя она и шла просто на скорости, просто уже крутила, понимаете, вот кто? Это вот конкретно я считаю, что вот эти рот, вот эти ангелы, вот просто реально остановили эту машину, более того, когда я открыла дверку, когда улица вообще тогда никого не было, снег, вот такая погода была, сразу не знаю откуда, где он взялся, просто человек, и который подошел, спросил, как там что-то, может быть, вам помочь, и понятно, что я уже не могла и везти машину, а это уже буквально возле меня было, возле дома, там буквально еще 300 метров, он завез машину, поставил в гараж, настолько, настолько помогают, настолько оберегают, настолько охраняют, и настолько направляют, поэтому, дорогие, работать никогда не поздно, самое главное начать, самое главное, вот принять вот это решение, вот этот, послушать свой порыв, порыв души, сердца, и начать, когда это будет, или вчера, или сегодня, или в затмении, или через, после коридора затмений, это уже не столь важно, главное, что-то делать в этой жизни, действовать, потому что, понятно, что наше будущее, конечно, зависит от того, что мы делаем здесь, и сейчас, в нашем настоящем. Я вот слушаю Ирину, и радуюсь, такой деятельный человек, с такой деятельной речью, с такой активностью, это просто феноменально, я уже настолько как-то, как это правильно выразиться, медленно, включаясь в какие-либо процессы, что мне достаточно сложно, было бы вот так активно, как Ирине, подключать всех к какой-то единой работе, дорогие друзья, вы это видите сами, вы видите этот фейерверк энергии, этот фейерверк силы, фейерверк информации, дорогие друзья, не пропустите Ирину Гвамберию, это действительно очень интересный специалист, и его работа заслуживает внимания, обязательно присоединяйтесь, обязательно приходите на ее курсы, вы получите пользу, и огромное удовольствие. Ирина, спасибо вам большое за сегодняшний эфир, скажите, пожалуйста, ваш курс, когда начинается? Я не могу еще считать конкретной даты, но вот как только соберется группа, сразу, я думаю, в скором будущем он уже начнется. Так, группе как нужно собраться? Ей нужно написать на Сангейтс, правильно я понимаю, на почту Сангейтс, и так, у меня немножечко вылетела информация Сангейтс. Есть ли у вас возможность ссылочку на Сангейтс прикрепить к чату, чтобы мы, даже если завершим нашу конференцию, но тем не менее, были бы спокойны, что у наших слушателей есть возможность написать на Сангейтс. Так, стоп, я нашла. Ирочка, вы можете не беспокоиться. Так, я... Да, отправляю в чат. Да, Любовь, благодарю вас. Я вас тоже благодарю от всей души, от сердца, что тоже даете такую возможность. С вами безумно интересно проводить эфиры, потому что вы как специалисты даете тоже безграничное количество совершенно интересной и нужной информации людям. Так что я тоже... Ириночка, дорогая, спасибо вам за доброе слово. Да, дорогие друзья, мы с Ириной сейчас обмениваемся любезностями не просто потому, что это так симпатично обмениваться, а потому что мы действительно испытываем друг другу такие серьезные симпатии. И мои рекомендации, идите, пожалуйста, на курс Ирины. Вам они будут очень полезны. Всем хорошего времени суток. Ссылку я разместила в чате. Так что присоединяйтесь. Ирина, а вам желаю успешного курса, чтобы и вам, как специалисту, на этом курсе удалось прямо вот раскрыть все, что вы хотите, что горит в вашей душе, чтобы вашим восторгом от того, как существует это мироздание, могли зарядиться окружающие. Пусть это всем будет очень полезно. Благодарю. Пусть так и будет. Пусть так и будет. Благодарю. До свидания.